отправляемся дальше и так дикоземья нас ожидает впереди погнали надеюсь на выходе станет ясно к тысячу куча башен это мерзко железно рожденные я так понимаю что это найдите предателя ага окей кто вы весьник ордена мне нужно поговорить с роином и быстро боюсь это невозможно что случилось несколько дней назад нас вынудили отойти сюда при этом казалось что войска бронеган скрываются от нас мы случайно наткнулись на них несколько раз а они ушли и не приняли боя где роин а когда мы добрались до перерыва они ударили в полную силу а до перевала нас отрезали от роина и вынудили отойти сюда а роин видимо отправился дальше на восток значит он все еще жив мы считаем да вряд ли отряды черного кулака смогут причинить вред вред магу круга но тебе лучше поговорить с нашим командиром мастером Свансон где найти господина Свансона в деревник север отсюда там же и наши укрепления так благодарю тебе друг за информацию тут благо не особо далеко идти и пока наш герой находится в пути мы можем поделать важные вещи например вот такие так седьмой восьмой шестой ваш о девятый шестой шестой девятый восьмой седьмой пойдет огонь Грицарь Зари о да ладно тот самый орден Зари при которой нам все время загоняли не говоря о том что игра называется в честь ордена Зари ну по крайней мере второе название как не помню как он как он звучит разве что поразительно такие гости в моем скромном жилище приветствую от всего сердца чем ты зарабатываешь на жизнь я швея если точнее вышивающийся шелком для меня тут есть работа пусть даже в этих землях шелк не в почете здесь в скайе люди простые сражения и выживания вот и все что их заботит но они добрые и честные в наше время это редкость окей просто не привет не здрасьте типа слышу баба как ты на жизнь зарабатываешь а а так ты и есть воин рун из ордена все только тебе и говорят мы в неотладном долгу перед тобой а так а так как ты воин рун из ордена чем могу помочь не успел я протупил а вы давно здесь живете сколько себя помню и собираюсь жить до конца своих дней после того как хозяин пауков забрал мою дочу мне незачем жить так что какая разница где вашу дочь похитили да это проклятая тварь паучья от родя люди думали что рассказы о нем всего лишь страшные сказки но он пришел с перевала и всем болтунам пришлось прикусить языки он воровал наших детей быть проклятым на веки если бы у меня были силы я бы скормил его паукам тогда я бы отомстил за смерть Сары кольцо короля воров нега с тобой мы еще успеем поговорить так что подожди ну а тут еще вон человек торговец Ю- dancing настал бы раньше что эти штуки можно покупать мастер лесоруб гильдия охотников блин давно бы сегодня всех все скупил кольцо короля воров Ну, продаешь ты, конечно, весьма посредственные вещи, я тебе скажу, друг мой. И столь же посредственно я тебе продам в ответ. Куда? Музыка пропала. Что за дела вообще? Так. Музыка пропала. Музыка пропала. Музыка пропала. Ладно. Мастерс Фонсанг. Зачем ты здесь? Несу вести для Рояна. Сартария отправил со мной бумаги и предупреждения. И тебе удалось сюда добраться? Долгий путь. Войско Чёрного Кулака уже давно двигается на запад. Да я знаю. Но как, клянусь светом Аунира, вы тут держитесь? Отвагой и сталью. Но, должен признаться, на нас тратят больше усилий. Они знают, что деваться нам некуда. У нас тоже есть более важные дела. Роян, да. Что? Где сейчас Роян? Где-то по ту сторону перевала. Мы можем только гадать, и ему не пробиться. Не думаю, что это не невозможно. Да ты очень ответственно относишься к своему поручению. Если ты в самом деле собираешься выступить против Чёрного Кулака, а тебе понадобится наша помощь. Видимо, тебе понадобится храм служения. Иди по тропе на восток, только учти, что там могут быть отряды Чёрного Кулака. Пошли рыцари на восток, чтобы они отвлекли врага, тогда я смогу пробраться к Рунному Камню. Хорошо, будет сделано. Скажи, когда подготовишься, и мы совершим отвлекающий маневр. Начинайте маневр. Мои люди нападут на отряды Бранигана и отвлекут их внимание на себя. Поспеши. Тебе нужно добраться до храма как можно быстрее. Хорошо. Как скажешь. Вперед, нам нужен храм. Так, вон храм служения эльфов. Чё у меня? Так, он не дотягивается, да? Жаль. Ну, вполне неплохо справились. Даже победили всех. Хм. Я не могу управлять ими, нет? Жаль, конечно, жаль. Да. Для благословения Аарина. Хотя, чё-то зря я их, конечно, отправил всё это дело рубить, но хрен с ним, ладно. Ладно, так уж быть, пусть рубят. Я-то это всё к чему, что я давно очень хочу вернуться супер назад и попытаться пройтись по торговцам, там, купить у них какие-то пропущенные свитки с домами, там, чё-то такое. Ты встал. Стоит. Чего-то ждёт. Ну, конечно, лагерь у вас, ребята, да. Вон, бандиты с булавой они изготовили. Вот и порешали все. А беру-ка я лучше сундуки. Намного полезнее. Этих-то я успею ещё всех подолбать. Тем более, один-то я здание долго пинать буду. Всё, пусть он там развлекается. У нас есть дела полажнее. Это моя обязанность. Так, а где остальные лесорубы у меня? Что ты желаешь? Я благодарна, что ты не удерживаешь. Так, чем ещё у вас занять ягод? Я чё-то не наблюдаю нигде. Как и рыба. Ммм, интересно. А, ты сюда побежала добывать дерево. Хозяин барин. Не могу тебе запретить. Можете, конечно, сюда сходить разведать. А, ну вон, смотрите, ленья. Нихера, её вообще до жопы там по четыре тысячи на кусте. А вон паучье какое-то логово. Возможно, нам туда тоже надо заглянуть. И целяем пушь. И водец булавой пожаловал. Так, хижина охотника. Хижина собирателя. Оружение. Так, девчата. Давайте мы оружение с вами сообразим. Последнее здание осталось. Да, пока наш герой самоотверженно в одиночку штурмует в креплении врага, мы тут чуть-чуть строимся. Малый штаб. Это моя обязанность. Вот, сейчас мне нужно здание, которое поможет выращивать деревья. Башня лучников, лесопилка. Не-не-не. Ну, давайте сделаем пока вот эту штуковину. Чтобы прёс по дереву у нас был больше. Продолжение следует... Вон. 50 древесины надо. И 5 девчат у нас будут заняты посадкой деревьев вовсю. Хм, ветеран кулака там затесался. Хотя, подожди. Нет, давай вот этих здесь добьём их всего трое осталось. И сюда на ягоды можно будет отправить девок. Да, огонь вообще. Хотя вот ветеран кулака нихрена не дремлет. Его лучше, конечно, попретовать. Ладно, сейчас мы быстренько с этими разберёмся. Ну, им прибьют там девчат. Ничего страшного. А, он тем более в страхе свалился, он не ввалился. А, он не ввалился. Так, а между тем, давайте мы ещё трёх модерн. Адам призовём. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, и вы пойдёте ягодки собирать, мои дорогие. Пока просто дойдите сюда, а я пойду вот эту... Так, а ветеран, ветеран он ушёл, да. Но надо быть на стрёме всё равно. Сейчас мы пойдём выуживать его, ветерана этого. Чё, сейчас здесь у нас порастут деревья, чтобы девочки сюда не ходили. То, это уж далековато для них. Да и для меня не очень удобно. Так, хижина собирателя у нас сейчас появится внезапно. Вот она. Да, это твой дьюти. Давай, твой долг. Шесть? Откуда у вас шесть взялось? Извини ты, осталась неудел, дорогая. Хм, да и для башни нужно дерево до жопы. Дима, нам понадобится ещё одна лицепилочка. Скоро. Это не далеко. Он меня чё, не заметил даже? Странно. Странно. Так, где эта штука? Конструкция уже выполнена. Вот, всё, дом лесника. Пусть здесь тоже будет. Выращивает нам всякое. Как ты желаешь. Пока армии, конечно, не пахнет ни хрена. Даже не воняет. О, повелитель пау... А, тот самый повелитель пауков. Чтоб тебя за ногу. Меткий стрелок тут гуляет. Ну ладно, пусть гуляет. Посмотрите, смотрите, у нас тут... Что это пришло? Свежее человеческое мясо. Кто ты? Или что ты? У меня нет времени и нет прошлого. Меня называют хозяином пауков. Меня боятся. Просто потому, что я умею говорить с пауками. Хозяин пауков? Ты друг или враг? Ни то, ни другое, воин с горячей кровью. Я хранитель этих великолепных созданий. Война выгнала меня из укрытия в горах. Но как она только закончится, я вернусь домой. Но, когда пауков из-за пауков уничтожили, я вернусь туда снова. Хозяин пауков, говорят, ты похитил ребенка. Так они говорят, похитил? Какое неверное слово. Она была моей гостьей, я пригласил ее. На обед. Отпусти ее, или пауки долго будут горевать о своем хранителе. О, это снова говорит твоя горячая кровь. Отпустить? Я уже отпустил ее. Она свободна от всех скорби мира. О, она свободна от всех скорбей этого мира. Пусть мертвые покоятся с миром. Хм, странная фраза, конечно. Но с другой стороны, мы его типа можем отпустить. Хм, и что? Оно тут, блин, я сохранился, нет? Ну, вроде как. Пусть мертвые покоятся с миром. Общение не самое важное, что есть в жизни. Я согласен, друг мой. Некоторые обиды лучше проглотить. Ха. Ты должен сопротивляться. Это говорит твоя юная горячая кровь. Подумай, что я могу сделать. Меня раздают и даже не заметят. Как паука. Так и будет, если ты будешь сидеть и ничего не делать. Давай сражаться вместе. Вместе мы победим врага. О, какая жажда действий. Сколько горячности. Хорошо, я пошлю с тобой своих охотников. Сообщи мне, как только пойдешь в наступление. Дай знак, мои пауки, нападут на врага у входа, на перевал. Эм, закорешиться с ним. А че, кто где воюет? Так, держи. Ого, это же, да что это? А, это перевал, кто охраняет. Ну, слушайте, я не знаю. Мне не очень, конечно, нравится идея помогать этому чуваку. Больше всего я, конечно, не люблю из игры выходить. Хм, ну да. Тут у него весьма все однозначно в этом плане. Вот, где-то здесь они нападут на нас. Да, конечно, наличие лесопилки вообще не облегчает мою жизнь, скажу честно. Палата немощных, что? А, изоленью их можно строить. А, если мы ему скажем, типа, а-а-а, защищайся, Карамбо. Просто смотри. У-у. Ну? Негодяй, ты поплачешься за это? Свежее мясо, хорошие мои. Смотри, обет, обет, сюда, скорей. Я не бьюсь, big wave. 12 уровень, да я потяну, наверное. Воу, 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 воу. Вот это вот я уже не уверен, что я потяну. Может, его-то я и усилию убить. На вот этих ребят я не уверен. Да, для Эльвов. Терпи. Терпи. Блин. Ну, ты умрешь. Сочувствую. Ну, бывает. Ладно, возьмем, короче. Девчат. Пойдем, соберем лут. Let's go. Два разведения. Ага, вы все такие подлечились. А я все-таки одного паука, видимо, завалил. В борьбу мы идем. В борьбу, ребята. А что нам, кстати, мешало поставить сначала пауков в атаку, а потом завалить его? Давайте так попробуем. Может, реально сработает. Не факт, но почему бы и нет. Так, главное меню. Ок. Пауки уйдут, а я его... Вот я, Таша. Так. Вот, он высылает пауков. Пауков там всех, короче, все подавят, скажем так. Куда-нибудь сюда вот их поставлю, чтобы до моих рабочих не добрались. Надо, блин, заставить вас как-то, я не знаю, вот эти деревья, что ли, рубить. Вон они все пошли в атаку. О, хе-хе-хе, какой я хитрый. Мы посмотрим, чем моя хитрость закончится, да закончим, собственно, на этом серию. О, хе-хе, как будто кого-то не хватает, да, вот здесь не хватает дровосека одного. О, хе-хе, как будто кто-то работает, ну, типа это. Так, ну, всех пауков перебили. Хе-хе. Или кто-то работает не как мастер. О, все равно у него пауки появляются. О, хе-хе. О, хе-хе. О, хе-хе, мэн. Встреча судьбой! Это амбуш! Встреча судьбой! Вот он, эффективная стратегия. Встреча судьбой! Встреча судьбой! Встреча судьбой! Мы встали! Это амбуш! Встреча судьбой! Встреча судьбой! АА, встреча судьбу! Что? Я приaman ее не alternatives. Встреча судьбой! Спасибо за помощь, ребята. На моем команде. Следуй мне. В вашей сервисе. Убить деревья. Непутевые какие, а? Кто из вас не мастер? Интересно. Мастер, мастер, мастер. Все мастера. Проходи, друг. Это платье твоей дочери? Сара, доченька, да. Оно было на ней в тот день, когда она пропала. Это была одна из ее платьев. Она... Она была на ней. День, когда она пропала. Я отомстил за нее. Хозяин пауков больше не причинит вреда. Спасибо тебе. Прими это. Да, это всего лишь мелочь, но... От зажившего на свете старика, но... Это все, что у меня есть. Теперь я умру спокойно. Я снова увижу Сару. И я не могу больше. Теперь я могу умер в спокойствии. Или я наконец-то увидев мою Сару. Что он нам дал? О, мы же уровень там когда-то успели получить. Я совсем забыл. Или он нам дал опыт свой. Драгоценный. Фига как он нагло заходит. Прям... Просто как будто к себе домой. Так. О, да ладно. Я магию стихии могу наконец-то качать. Ещё бы использовать её. Ну, понятно. Ладно, на этом закончу. В следующей серии продолжим. Так что всем до встречи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok